Мост торжественно открыли, но сначала вспомним, что этому предшествовало. О ремонте этого сооружения говорили последние лет 7-8, и вот в 2018-м время его пришло. На ремонт выделили около 300 миллионов рублей. Контракт выиграла компания РГС из Казани. Подрядчик уверял, что никаких проблем с реконструкцией не будет. На сегодняшний день сложности на объекте, это просто вопрос времени, а именно заключение договора с местной Орловской организацией по переустройству коммуникации, довольно-таки большой объем. А по поводу перепозировки, сложности возникнуть не должно с своевременной оплатой. Договоры заключены, перевозчик готов перевезти, транспортировать сюда всю тяжелую технику, необходимую для ремонта дома. Но они возникли сначала с той самой техникой, затем с материалами. В итоге задержка составила полгода. Контракт расторгли и начались судебные тяжбы между администрацией города и РГС. Но городу нужен был мост, поэтому осенью 2019-го на объект зашел новый подрядчик. Ремспецмост из Белгорода. Мост закрыли на реконструкцию. По результатам демонтажа нам вместе с администрацией города и с подрядчиком нужно посмотреть. И если открытие движения в рамках тех замечаний, которые существуют на сегодня, состояние конструкции не позволит, то надо будет вносить изменения в проектную документацию, в проект организации строительства конкретно. И тогда это нам позволит работать по всему мостовому сооружению. Что же до объема работ, то он таков. Были заменены пролеты, укреплены несущие береговые опоры, уложено новое дорожное полотно, заменены ограждения, тротуары, опоры освещения. На все про все ушло 273 миллиона рублей. Теперь город может вздохнуть спокойно. Мост есть. Ремонт моста длился последний год. До этого мы занимались разговорами, по большому счету, наблюдали за тем, как один подрядчик изображал деятельность на этом мосту, по-другому не могу сказать. Но благодаря и ручному управлению, благодаря тому, что городские власти активно включились в эту работу, нам удалось завершить долгожданный мост. И сейчас к годовщине освобождения Орла-Эрловской области от Минско-Фашистских захватчиков мы делаем горожанам этот подарок. Олег Рудаков, Андрей Борискин, Телеканал, Первый областной.